Привет зрители! Сегодня мы с вами будем рассматривать Mitsubishi Outlander. Версия обычная, не горячая GT, потому как многие из вас сказали, что где же мнение про обычный Outlander, ведь большая часть людей именно его и покупает. Согласен, действительно, обычный Outlander с четверками 2.0 или 2.4 и вариатором это основной локомотив продаж Mitsubishi. Так что давайте посмотрим на более народную версию. Хотя, как сказать, это же топ, ребят, это ультимейт, дорогие зрители, это максимальная комплектация, поэтому как раз и посравниваем, что же здесь есть от GT, а что более спокойное, более универсальное. Итак, открывается заднее вместилище, как я говорю, и мы видим очень хорошо оптимизированный отсек. Отсек для покладжи, потому что здесь, например, очень удобно расположена шторка. Если, допустим, вы переводите какие-то динамеры, видите, она фиксируется, то есть захотели достали, захотели сложили и, пожалуйста, введите что угодно. То есть очень продуманный отсек. А где же запасное колесо, спросите вы? Ну, на самом деле, запасное колесо располагается у нас вот тут вот и служит одновременно защитой заднего бампера, в случае, если надумаете все-таки съезжать с асфальта. Здесь, кстати, артефакты третьего ряда, очевидно, да, вы видите, это подстаканники. Ну, зачем они здесь нужны, непонятно, но, учитывая, что версия в России-то только пятиместная, тем не менее, понятно, что задел некий есть. Здесь домкрат, видим мат шумоизоляционный. Кстати, отмечу, что ноги, опять же, вот я регулярно по комментариям сужу об активности, это очень удобно, слава богу, позволяет интерактив устраивать. Mitsubishi современные, достаточно тихие автомобили, нареканий у меня по ним никаких нет, то есть совершенно нормальная шумка. Хотя сегодня, конечно, кстати, резина-то шипованная, будет не до шумоизоляции, но это попозже мы с вами обязательно обсудим. Итак, сзади, что у нас здесь сзади? Кстати, вот, что касается заднего отсека багажника, то бишь расположения кресел, все то же самое, что было у GT, видно, что спинка меняет свой угол в случае необходимости, и здесь определенный тоже. Но, кстати, нету никакого здесь защитного покрытия относительно того, что может что-нибудь залететь сюда. Некая такая вот упрощенная схема раскладывания заднего дивана, в принципе, не так важно, но, тем не менее, мелочи некое есть. Сзади подлокотник, ну и давайте попробуем, займем место, посмотрим, как я с собой сяду. Ну что, ну что, ну что, ну, кстати, почти без контакта, здесь мягкая спинка, для кого это важно, хотя в целом, на мой взгляд, можно вообще задний диван смотреть умозрительно. Ну, заглянул, посмотрел и пошел дальше, потому что, все-таки, кто берет автомобиль, он, прежде всего, думает про самого себя, как будет сидеть именно водителю. Но для пассажиров берут только лимузины, на самом деле, а остальные как-нибудь доедут. Так что, сзади здесь у нас, не сказать, что роскошно. Подогрева дивана нет, даже никаких возможностей по подзарядке, правда. Вот отсюда, с центрального подлокотника, можно все-таки провода вывести, сейчас вы видите, почему, почему я так говорю. Поэтому можно все-таки как-то обеспечить питанием задних пассажиров. Закрываем дверь сзади, посмотрим, что у нас с питанием топлива. Ну, чтобы далеко не отходить, посмотрим сейчас, что у нас здесь пишет. Итак, ничего нет, но в мануале написано, можно ли идти второй бензин. Так что, мотор относительно не форсирован, всего лишь 167 сил, и сразу перейдем так в мотор. Ну, что ж там, где тут у нас открывашечка-то, где-то я тут ее видел. Ни разу еще не ладил, честно говоря, мотор на отсек. Наконец-то исчезли разнообразные. Так, куда она делась, открывашка? Где-то тут была. Где-то тут была. А, это же вот же она, господи. Совсем, совсем мне. Куда я смотрю, непонятно. О чем думаю, тоже не ясно. Но, тем не менее. Эфир у нас, считайте, прямой. Поэтому, естественно, не бессказу. Ну что, никакого здесь газового упора нет, к сожалению. Обычная штанга. Ну, да ладно. Ставим и смотрим. Итак, Mivec. Вот такая вот технология от Mitsubishi. Мотор 2.4. И в целом... Ух, как я приложился-то головой. Кром капота, слава богу, она здесь не острая. А вот с таким вот закруглением было не очень приятно. Удобно, достаточно горловина, но, видимо, она здесь сужается. Естественно, нет никакой у меня жидкости с собой. Почему? Потому что, слава богу, стало сухо, и даже машина доехала чистая. Представляете, это просто невероятный успех. Я на чистой машине смог доехать до трассы. Это здорово. Обычно, как вы знаете, приезжает нечто очень чумазое. Вместо того, огонь, вагон, вернее, хотел сказать. Много-много можно здесь разместить цилиндров, как вы помните. Версия GT это счастье и экстаз. Но, к сожалению, здесь 2.4. Так что, ребят, прежде всего, кто желает купить себе Mitsubishi Outlander? Только GT. Только GT. Насладитесь и получите кайф. Поэтому, вперед из песни. Переходим к чему? Ну, конечно, теперь про шины поговорим. Как бы обратил внимание, сзади они шипованы. Ну, часть шипов уже повылетала. Бридж-тоун это, имейте в виду. Как-то шиповка не очень здесь хороша. Но, все равно, то, что осталось, будет греметь как следует. Потому как косывающий звук не истребим. Если только полностью не выдернуть все эти металлические элементы шин. Ну, еще плюс 19 на улице по прибору. Плюс 20 с лишним по приборке. И, естественно, с таким подходом ожидать супердержака не удастся. Так что, сегодня не будем сильно снижать оценку за ездовые свойства, за удержание автомобиля. Потому что плывет такая резина, ну, прям стремительно. Чем выше температура, тем зима хуже работает. Кстати, отмечу, очень удобная кнопочка для закрывания отдельная. Ключ у нас здесь без жала. А, совершенно нормальный. Кнопочный доступ. По-современному. Запускаемся. Пристегиваюсь. И вспоминаем про задний диван. Открываю я. Подлокотник. Вот они. Вот они, эти выводы. Питание. Два разъема USB. Плюс еще обычный источник питания. Музыка у нас здесь играет. Мы ее, конечно, выключим. Чтобы она нам не отсвечивала. И все, в принципе, здесь нормально. Все продумано. Далее. Что хочется сказать про салон Mitsubishi. Вообще, в целом, все здесь достаточно приятно. Мягкие материалы. Ну, единственное, что кто-то, может, поругает псевдодеревянную вставку. Ну, в принципе, это не премиальный кроссовер. Это совершенно автомобиль, так называемый, масс-маркет. То есть, доступный большинству, без особых напрягов. Ну, естественно, на Западе, да. У нас все-таки кто-то посмотрит на цену. Два миллиона сто тридцать девять тысяч. И думает, у-у-у, что-то как-то дороговато. Ну, друзья, сейчас опять вторая волна кризиса, походу, пошла. В исходе с курсов. Так что, успейте купить, кто хочет нового отлендера. Не дай бог, не справятся с ситуацией на рынках. Поэтому, всегда надо держать ухо востро. И, если хочется покупать автомобиль, покупать. Потому что ситуация меняется. Было небольшое отступление от автомобильной тематики. Переходим к тому, что здесь есть, чего здесь нет. Итак, версия полная. Ultimate. И отмечу. Подогрев у нас всего и вся. Пятые точки. Руля, на счастье, есть подогрев. Это здорово. Подогрев лобового стекла. Система обнаружения препятствий в мертвых зонах. Признаться, проще сказать, чего здесь нет по сравнению на меркам. Это единственная адаптивная укройсконтроля. Это прерогатива версии GT. Жаль, конечно, что у 167-сильного мотора ее нельзя хоть дозаказать. По крайней мере, такой возможности я не обнаружил. Так что, это лишний повод. Если все-таки хотите взять прям вот топ такой, да. Лучше добавить 150 тысяч и купить GT. Вот, честно говоря. Потому что GT это вот совершенно другой автомобиль. Хотя, в целом, очень похожи они. Но вот из-за мотора у него восприедет даже другой автомобиль. Здесь же все-таки несколько больше вопросов возникает. Потому что, опять же, мотор проще, трансмиссия в вариатор, а не автомат. И, опять же, начинаешь больше задумываться. Больше каких-то пространных вещей в голове. В остальном, отмечу. Мультимедиа-система в целом интересна. Это то же самое, что мы видели на Pajero 4. Но интеграция ее в автомобиль полная. Ну, например, есть у нас бытовой компьютер. Он не только, но центральной панели. Но и вот теперь у нас он есть с большим экраном. Видите, расход у нас сейчас получился. 10,5 литров у меня. Если посмотреть на историю расхода, то он достаточно высок был. Это у нас 5 минут. У нас был временный расход. По числам видим, что уходил он достаточно часто за отметку 15 даже. То есть больше 12 литров. И вот эта трасса съезда, вот эти столбики. Расход около 10. Поэтому мотор потребляет достаточно много. И давайте попробуем разобраться, почему он много потребляет. Ну, эти сбросим, потому что сбрасываем все и вся. И поедем сейчас по трассе. Посмотрим, что получится в прогрессивной езде. Напомню, что в целом это не показательная резина на зимнее. Погода уже жаркая. Хотя снег еще есть. Снег еще есть. И, естественно, возникают вопросы, связанные с тем, что зимнюю езде надо менять своевременно. Отмечу, что есть у нас проливые переключатели. Ну, в целом их наличие не обязательно, потому что вариатор сам выбирает передачу. А это дополнительная опция для красоты, для того, чтобы почувствовать себя более крутым. Ну, что, поехали. Поехали. Если есть вопросы в комментариях, спрашивайте. Потому что в целом это мнение про версию. Обычную, вариаторную. И отмечу, что может быть у нас 2 литра с передним приводом еще. Ну, естественно, если кроссовер берете, то нужно обязательно брать полный привод. Чтобы в казус не попадать. Если уж не было версии, то, да, передний привод. Но если есть версия полноприводная, обязательно ее. Покатить здесь легко и весело. На самом деле, отмечу, что настройка вариатора и двигателя здесь, мне кажется, как всегда, у Mitsubishi. Будет существенный выезд из паспортных данных. Может, мне кажется, конечно, 10,2 до сотни. Но, честно говоря, такое ощущение, что, скорее всего, можно ожидать улучшения параметров. Потому что достаточно быстро, видите, набирается скорость. Вариатор имитирует передачи. То есть, современная совершенно конструкция. И тут можно вспомнить, что это уже второй рестайлинг автомобиля. То есть, на рынке это третья версия. Да, была первая дорестайлинговая. Первый рестайлинг, вторая версия. И второй рестайлинг, это третья версия автомобиля. То есть, в целом, Outlander должен представлять собой что-то идеальное. Потому что, поговорка есть. Может, я сам ее придумал, не знаю. Хочешь купить автомобиль, жди рестайлинг и покупай. Чтобы устранили все вот эти вот какие-то огрехи. Они в любом случае будут. Потому что, ну, всего предусмотреть невозможно. Ну, а дальше поэксплуатировали года три. Собрали отзывы и сделали максимально эффективно. Ну, что, педаль в пол. Кстати, 2.4, 167 сил. Но такое ощущение, что реальное. То есть, мощность мотора больше. Кстати, обратите внимание. Когда автомобиль взял, на канале я рулю выложил отзыв. Поездил, думаю, вроде вот эффекта нету. Отдачи в руль. Но еще поездил, выехал на трассу. Посмотрел, какие есть препятствия. И понял, что все-таки то, что было у GT-версии. Тоже есть ее обычная Outlander. Но в меньшей степени, потому что резина зимняя и мягкая. И вот она скрадывает эффект. Это вот отдача в руль. Поэтому, в принципе, можно сказать, что Outlander, равно как и GT, равно как и Mitsubishi Pajero Sport, попадает в когорт автомобилей, которые, к сожалению, передают часть неровностей в руль. Но, увы, не могу от этого, к сожалению, никак отделаться. То есть, рассказываю про автомобили как есть. Поэтому, к сожалению, эффект есть. Поэтому, друзья, кто взял или кто хочет взять себе Outlander, не гонитесь за низким профилем. Потому что, чем больше резины, тем будет мягче этот эффект. И, в принципе, можно вообще на нет свести максимально толстой резины, грубо говоря, даже большим профилем. Вот так вот. Поэтому, имейте в виду. Ну, кстати, проехали камеру. Педаль в пол. Видим, вариатор загоняет мотор. И больше эффекта от качения шин и плотный воздух мы растекаем. Вот это есть. А так, в целом, даже на максимальных оборотах мотор достаточно смирно себя ведет. Шины перебивают все. Привет, шипы. Как я и говорил, про шумозавязывание мы сегодня говорить не будем. А так, моторов 167 сил вполне себе хватает, чтобы чувствовать себя уверенно на трассе. Как видим, опять же, да, те же шины, возможно, дают даже сильный эффект восприятия колейности. Поэтому тоже не совсем понятно, да, то есть, насколько силен этот эффект, сколько он может дать. Вот видите, прям вот буквально образом с траектории смещает. Вот такие дела. Подвески у нас независимые в круг. Все по-современному. Тормоза дисковые, естественно. Поэтому, в целом, такого быть, конечно, эффекта не должно. Но он есть. В принципе, можно, конечно, тип привода поменять. Если кнопочек тут есть. Авто. Или даже лог, смотрите. Можно в логе ехать 160. Ничего себе. Ничего себе. Ладно, поставим авто, посмотрим, что будет. И расход у нас. Расход любителя сброса, отмечу. Расход у нас 18,9. Ну, быстро едешь, много потребляем. Вообще, в целом, конечно, эта четверка потребляет реально. То есть, как прям вот... Насколько помню, GT меня потребляло где-то 16,17. Вот так вот проактивно ездить. Здесь получается 15 где-то. 15,16. То есть, в принципе, вот как раз эти 0,6 литра разницы, они вот прям коррелируются четко-четко. Ну, причина насыщенно серьезного расхода, во-первых, в том, что очень отзывчивая педаль газа. Реально, вариатор настроен очень хорошо. По-современному, вы это уже видели, имитирует передачи. Ну, и затупов нет у него. То есть, вот, главный плюс вариаторов, если хорошо их настроить, быстрая передача момента, нет необходимости, опять же, передачи переключать, потому что шкифы, они, шкифы сами крутятся и меняют быстро очень передачные отношения. Кому интересно устройство вариатора, гляньте, сразу будет понятно, почему они быстро работают. Педаль в пол, ну, давайте попробуем выйти, а как? Ну, достаточно, достаточно динамично разгоняется автомобиль, в принципе, да. 10 секунд, я верю, это вот разумно-достаточная, кстати, скорость. 10 секунд воспринимается быстро уже, то есть, вот, магическая десяточка. Все, что из 10 выезжает, уже весьма быстро и динамично. А вот уже 11 секунд, кажется, медленно. Даже вот 10,5, прям вот, есть такая разница, вот, не знаю, почему так чувствуется. Что, поехали дальше. Очень быстрая реакция вариатора, да, и, да, и вот колея, 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 прям вот, хочет размотать автомобиль. В общем, надо брать, конечно, на летних шинах, посмотреть, что будет. В принципе, колея есть, как правило, только в нашей стране. Так что ожидать чего-то, ну, не приходится особо. Ну, и видим, кто-то проехал только гудрон, то еще что-то налил на дорогу. Вообще непонятно. Перестраиваемся. В спестроении проблем нет, перестроился, ну, есть только клю. Вот, да, откорректировал, и спокойно едешь дальше. В целом, вообще, по двигателю и вариатору вопросов у меня нет. Как-то, вот, менять настройку даже не приходится. Быстрый отток, все работает понятно. Едем уверенно, реагируем быстро. Ну, окей. Ну, а вот, что касается самого рулевого управления, как я уже отмечал, это эффект разнообразных биений. Если, например, поехали про грязи и нанесли что-то на колесо, тоже очень быстро почувствуешь, что есть дисбаланс. Ну, что это такое? Еще один такой же. Вообще непонятные ребята. А вот классиком, смотрите, троечка какая, а? Шик и блеск, что это у них гонки там, ничего себе. А, это самый интересный момент, давайте посмотрим, это очень интересно. Как же болтает-то. Я буду зрителем. Ну, и вы со мной, мы же любим всякие моменты интересные. Давайте посмотрим на них. Два, два долдона. Два, два, два придурка, смотрим, очень интересно. Сейчас посмотрим. И уезжает. Уезжает. Сейчас посмотрим, кто здесь. Может, мужик какой-то испугался, что ли. Зачем так делать, непонятно. Ладно, поехали дальше. Интерактив наш продолжается. Возьмем, омоем. Пока расскажу про ездовые свойства. Вообще, в целом, конечно, нужно на лете машину брать, потому что, ну, честно говоря, есть такое-то ощущение того, что инженеры компании не совсем четко понимали, что они хотят сделать. То ли кроссовер с внедорожным уклоном, то ли кроссовер с легковым уклоном. Как вы знаете, есть достаточно две четкие, строгие градации, даже три градации, я бы сказал. То есть, что-то среднее, например, RAV4, что-то более обнаруженное, например, Grand Cherokee, не Grand Cherokee, а просто Cherokee Trailhawk, да, там, сблокировки заднего моста, вообще жесть, да, кроссоверы. И, например, из клана Nissan, там уже, естественно, совсем прям легковые кроссоверы. Полный привод нужен им прежде всего для того, чтобы вспомогательную роль нести. И вот здесь вот не совсем понятно. То есть, вроде бы, подвеска жесткая, вроде бы, она достаточно сильно воспринимает неровности, то есть, потряхивает. Думаешь, ну, окей. Но выезжаешь на какую-то разбитую поверхность и чувствуешь, как она смыкается. То есть, вот, ходы ее небольшие, рядом она, когда жесткая, и к тому же еще и вроде бы какие-то элементы мягкости. То есть, вот такая вот, не то, что двуличная, но не совсем понятна, какая была идея у автомобиля. Вот едешь, опять же, да, вот сейчас по дуге идем, и тоже как-то вот подбрасывает, чуть переставляет. Но здесь еще, да, отмечу, здесь еще шины у нас. А вот мы догнали этого товарища. Еще шины влияют, конечно, очень сильно. Ну, какой там интересный персонаж. Борода в очках, смотрите. Какой он, а? Дерзкий. Вот, и... Ну, непонятно. Не очень понимаю я, да, настройки автомобиля. Тормозим, придется уходить вправо. До упора попачкаться. Вот почему здесь нельзя ехать, ну, прям расстройство. Ну, вот, и продолжая про управляемость, то есть, вроде думаешь, что, ну да, окей. Мы странно достаточно едем, у нас дает в руль. Ну, может, наверное, у нас должны быть какие-то суперходы. Может быть, еще что-то. Но такого не происходит. На безоружие съезжаешь, понимаешь, что Outlander все-таки про асфальт больше, а не про покорение каких-то моментов. Вот соберу я, кстати, соберу я Offroad GT. Посмотрите, посмотрите на то, что как там все работает. Там вообще полный привод немного лучше, нежели у этого Outlander. Ну, как заявляется, по крайней мере. Кстати, простите за заложенный нос. К сожалению, все. Весна настала. Аллергия уже, ничто не помогает. Поэтому в ближайшее время будут дособирать то, что есть. Будет небольшой перерыв у меня в реальных тестах. Будут выходить то, что уже отснятые материалы. Offroad поделаю. Ну, и уже в мае приступлю к реальным испытаниям. Ну, не забывайте, что можете продолжать подписываться на канал, смотреть, писать комментарии. Я на связи. Но реальные тесты будут уже ближе туда. В мае, к середине, к концу. Будут у нас и китайцы новые, и Тойоты, и много всего другого. Буду продолжать активно обкатывать автомобили, рассказывать про то, что я про них думаю. Ну, а вы будете смотреть или же сами тоже предлагать свои идеи относительно того, что да как. Да почему? Ну, тут опять у нас грязь. Вот так вот. Ну, такие вот мысли. Ну, и продолжаем про Outlander обычный. И если у GT, там такое ощущение, не знаю, подвеска очень похожа, но, может быть, все-таки она изменена. Может, это то, что профиль ниже у колес. Не знаю. Там вот на асфальте более четко автомобиль себя ведет, но у нас опять, да, вот эта вот зимняя резина прям раздражает. Не совсем можно четко рассказать про то, что ты ощущаешь. Часть вот этих вот размазанных реакций, это как раз именно ее как бы тема, ну, ничего ты не поделаешь. Вот. Поэтому Outlander я бы порекомендовал тем, кто думает о том... Ну, не то, что думает о том, а кому не нужно испытывать кайф от движения в поворотах, от каких-то там нереальных скоростей. Вот этих вот, ну, грубо говоря, от моей езды, как вот я езжу, то есть, в принципе, Outlander к этому готов меньше, нежели другие автомобили. Он больше для спокойной езды, хотя при этом у нас очень острые реакции на педаль газа, то есть, быстро работающая трансмиссия, ну, и вообще, в целом, чувствуешь себя по связи с двигателем, значит, хорошо. Но вот в остальном, к сожалению, отмечу именно вот рулевое и то, что такие тут грязевые потоки по рулевому и подвеске, вот, ну, не очень, не очень внятно получается. Не совсем понятно, что желали создатели автомобиля, о чем я уже говорил. Кстати, отмечу несколько интересных моментов, надо было сразу показывать, а то увлекся сразу расходом топлива. Он, кстати, у нас упал, 16 стал. А так он вообще упадет, кстати, да, вот будет 10,5, у меня был, в принципе, если не валить вот так, то расход вполне себе вменяемый. Сколько он сейчас там? 8. Отмечу, что в целом, например, круговой обзор здесь есть полноценный, ну, все для жизни и удовольствия от парковки, например, да. То есть, парктроники, разнообразные системы обнаружения препятствий, ну, нормально все. Ну, кстати, давайте даже сейчас покажу, стаду куда-нибудь. Единственное, что ждать, что обычного лендера нету грузь-контроля адаптивного, вот, прям вот это расстраивает. А в остальном, в принципе, все по-современному. Вот здесь у нас петля есть разворотная, сейчас я на нее заеду, чтобы никто не мешал. Вот здесь встану. Так, ну, смотрите. Очень удобно, причем траектория рисуется, поближе встану, траектория рисуется полноценно и задних колес, и передних. И есть тут несколько режимов, где у нас тут камера-то была. Господи, вот она. Вот, переднее колесо и общий план. То есть, в целом, по электронике, как я ее назвал тогда, автоника, прям тут все, как авионика, да, у самолетов. Здесь вот автоника. Прям все здорово. Но, вот, ездовые свойства, именно по подвеске, несколько вот расстраивает, потому что, то есть, хотелось бы более назначенной реакции на поведение, да. То есть, либо мы говорим о том, что это недорожный кроссовер, либо дорожный, тогда он должен ехать лучше, грубо говоря, по дороге. А на бездорожье, опять же, да, Outlander менее интересен, чем некоторые другие кроссоверы. Вот такие вот дела. Вот такие вот моменты. Тормоза, кстати, вполне вменяемые. У тормоза вообще проблем нет. Все четко и ясно. Причем они не очень острые и не очень длинные. Прямо то, что нужно для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Привыкаешь быстро и едешь спокойно. Ну, как видите, да, то есть, даже вот с управляемостью при быстрых достроениях тоже вопросов нет. О, что там у него оторвалось-то, болтается. Может быть, да, хотелось бы больше однозначности по усилию на руле. Ну, это уже, опять же, придирки. Непонятно, что там с этими зимними шинами. Они влияют как раз тоже на... Сейчас у нас 24 градуса. Я езжу на шиповке, ну... Тест такой, скажем так, кривоват слегка. К сожалению. Ну, каким владею инструментально, таким владею. Поэтому, в первую очередь, Outlander интересен тем, кто едет более спокойно. Кому указаны недостатки, недостатками не являются, да, то есть... Человек совершенно спокойно себя чувствует, уверенно. Ему сверхвысокие скорости и слияние с автомобилем не нужно, да, то есть... Какая-то такая однозначность. Очень много людей таких. И, честно говоря, тут вот... Мои вот эти вот закавыки, они ближе к дурацкой автожурналистике, которая там вечером что-то себе придумывает и лепит. Вот, там машина должна так ехать. На самом деле, большей части это совершенно не нужно. Вот. Но в силу того, что автомобили ездят, они должны как бы это делать хорошо. Ну, совершенно не обязательно, кстати. Вот хрусты уже повылазили. Демоны, а? Опасные. Камиказа. Вот такие вот дела. Ну, и заболтался я что-то про Outlander, много информации выдал. В комментариях жду. Тест получился такой вот, немножко он... скомканный. Но интересно, некоторые моменты были вот с рейдж-ровером достаточно забавные. Вот так вот. Ну, и смотрите, тест Outlander GT. На мой взгляд, вот эта версия наиболее интересна. Ну, а так, в принципе, Outlander сам по себе вполне интересен. Но можно было бы сделать и лучше. Вот так вот. Почему лучше, я думаю, достаточно понятно объяснил. Именно вот связь-подвеска-рулевая. Тут хотелось бы каких-то более интересных, назначенных решений. Вот так вот. Вот так вот. Ну, и на этом жду вас в комментариях. Безмолвные езды немножко дадим. Ну, а так... Вот такой вот рассказ про Mitsubishi Outlander. Обычный Outlander без версии GT. Начал этот раздрак, кстати. Тоже GT-шки сделал. Смотрите, у них, в принципе, все одинаковое по оптике. Поэтому он актуален. Вот это да. Вот вы говорите, аллергии не будет. Ха! Это вообще что? Вообще дичь. Онwort, как бюджет. Онлетит. Ха! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok